Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 13 по 19 января 2020 года на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 176 сообщений о происшествиях, из них 21 преступление, из которых 13 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 40 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении двух мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. За неделю произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил телесные повреждения. Так, 18 января 2020 года в 17 часов 30 минут в приемный покой Нинецкой окружной больницы доставлена девочка 2011 года рождения с телесными повреждениями и помещена в хирургическое отделение. Установлено, что телесные повреждения получены в этот же день в 14 часов в районе улицы Красной в поселке Красное в результате наезда снегохода под управлением женщины 1960 года рождения. В Наринмаре инспекторами Дорожно-патрульной службы в период с 13 по 19 января 2020 года выявлены трое водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за вождение автомобиля водителям, находящимся в состоянии опьянения, или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательной работы до 480 часов или принудительной работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет. Сообщайте о фактах управления нетрезвыми водителями в дежурную часть УМВД по телефону 02 или 421-26, а также по телефону доверия 421-52. 13 января 2020 года в районе жилого дома по улице Южной в городе Наринмаре водитель 1987 года рождения, управляя транспортным средством, не учел необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, совершил наезд на стоящий у дома автомобиль, причинив механические повреждения. При оформлении ДТП водитель снегоуборочной техники на месте происшествия не предоставил документов на право управления данным транспортным средством. В ходе проверки сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Нинскому автономному округу установлено, что водитель снегоуборочной техники предоставил удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки. По факту ДТП и использования заведомо подложного документа в окружной полиции проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 13 января 2020 года в окружную полицию обратилась жительница села Тельвеска Нинецкого автономного округа, сообщившая, что неизвестным лицом похищены денежные средства в сумме 3400 рублей. Полицейскими установлено лицо, совершившее данное деяние. Им оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения. 11 января мужчина употреблял спиртные напитки в компании, находясь в гостях у заявительницы. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, из кошелька принадлежащего женщине тайно похитил денежные средства, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению. По данному факту отделом по организации дознания окружной полиции возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Стражи порядка призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков. Более ответственно относиться к сохранности своего имущества, а также денежных средств. 14 января 2020 года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ниньскому автономному округу, полковник полиции Евгений Солонович, совместно с инспектором по делам несовершеннолетних лейтенантом полиции Надеждой Волковой провели профилактическую беседу с учащимися 7-8 классов школы номер 5 на тему о вреде потребления психоактивных веществ, а также о последствиях при совершении преступлений и правонарушений несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, в ходе беседы в связи с выявленными случаями распространения никотиносодержащего вещества среди подростков, так называемого снюса, в целях предупреждения несчастных случаев в результате их употребления, полицейские рассказали несовершеннолетним о вреде воздействия на организм при употреблении указанного продукта. Информация для родителей. Неофициальное название снюс – один из видов некурительного бездымного табака, предназначенный для рассасывания, который полностью или частично изготовлен из очищенной табачной пыли или мелкой фракции резаного табака. Стоит отметить, что вместе со слюной никотин в высоких концентрациях быстро попадает в кровь и в мозг. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина, которое сравнимо с выкуриванием двух пачек сигарет за один прием. Для организма человека это очень большая доза, которая может привести к острому отравлению никотином, а впоследствии к судорогам и нарушению дыхания. А в случае употребления ребенком может привести и к летальному исходу. То, что ваш ребенок употребляет снюс, можно определить по следующим признакам – расширенные зрачки, чрезмерная активность либо апатия, обожженные губы или язвочки во рту, покраснение языка, обильное слюноотделение, частое сплевывание, изменение поведения, тошнота или рвота. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения денежных средств и мобильного телефона с применением насилия. 14 января 2020 года в ночное время у питейного заведения жительница поселка Искателей 1994 года рождения, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия похитила 2000 рублей и мобильный телефон у своей 29-летней подруги, с которой перед этим распивала спиртные напитки. Денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Пострадавшая женщина в правоохранительные органы не обратилась. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стражи порядка напоминают жителям округа о необходимости ответственно относиться к своему имуществу, особенно к денежным средствам. 15 января 2020 года члены Общественного совета при управлении МВД России по Ненецкому автономному округу посетили изолятор временного содержания и помещений дежурной части у МВД. Основная цель посещения изолятора – это осуществление общественного контроля над соблюдением сотрудниками полиции прав, свобод и законных интересов людей, содержащихся в условиях ограничения свободы. В рамках проверки изолятора особое внимание общественников обращено на условия и режим содержания задержанных лиц, санитарно-гигиенические нормы, медицинское обеспечение, питание, возможности свободного обращения к надзорным органам, адвокатам и общественным организациям. Кроме того, общественники лично пообщались с гражданами, находящимися в изоляторе, задержанными за различные преступления и административные правонарушения. Жалоб на условия содержания со стороны задержанных не поступило. Нарушения во время проверки общественниками не выявлено. Также в рамках проверки представителями общественного совета было проверено помещение дежурной части полиции. Общественники проверили журналы учета и регистрации обращений, поступающих от граждан, а также как несут службу сотрудники дежурной части. В результате посещения дежурной части Управлением ВД России по Ниньскому автономному округу представители общественного совета с положительной стороны отметили работу дежурной смены. С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон от 3 августа 2018 года номер 283 ФЗ о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров без их фактической выдачи в подразделениях госавтоинспекции. При этом, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 8 указанного Федерального закона, владелец транспортного средства обязан в целях участия транспортного средства в дорожном движении, обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков для их изготовления в случае присвоения государственного регистрационного номера при регистрации автомобиля без фактического получения комплекта государственных регистрационных знаков непосредственно в подразделении госавтоинспекции. Вместе с тем, в настоящее время фиксируются факты нарушений со стороны автовладельцев, которые после регистрации своих транспортных средств, сопровождаемые присвоением государственного регистрационного номера без выдачи комплекта государственных регистрационных знаков, осуществляют управление автомобилями без государственных регистрационных знаков, то есть не обращаются к их изготовителю непосредственно после проведения регистрационных действий. Учитывая изложенное, Госавтоинспекция Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу обращает внимание автовладельцев на необходимость изготовления государственных регистрационных знаков после присвоения государственных регистрационных номеров и недопустимость управления зарегистрированным транспортным средством без установки на нем государственных регистрационных знаков. Напоминаем, что в соответствии с частью 2 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равноуправление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков, либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменять или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.